Бокс, кроссфит, силовые тренировки, бег и так 7 дней в неделю без права на усталость. Ирина Галай, только сойдя с Эвереста, уже готовится к новым вершинам. Говорит, именно такие интенсивные тренировки и помогли ей подготовиться к восхождению всего за год. Фантастический срок для взятия Джамалунгмы. Сейчас ее цель – Альпумайо в перуанских Андах, красивая и опасная. Прямо там хребет такой тоненький, на котором может находиться только один человек. То есть, если два человека поднимаются, уже вот недавно был летальный исход, итальянцы сорвались оба с карниза. Впрочем, как признается сама Ирина, ничто кроме горной болезни ее не пугает. Альпинистское снаряжение, с которым была на Эвересте, пока рано сдавать в музей. Лучшие друзья этой девушки – рюкзак и ледоруб. Это штурмовой рюкзак, который одевается уже с 8300, то есть со штурмового лагеря, где мы начинаем штурмовать Эверест. Я беру ледоруб в руку и все время цепляюсь ледорубом. Если ты падаешь, ты просто забиваешься в лед и все. Я даже с ним в туалет ходила. Не дай бог, думаю, если ветер. Ну, серьезно, такой склон и куча ветра там и все остальное. Ты идешь, там куда-то села и чик зацепилась сразу, если что. Чтобы подняться по горе, скользя по вертикальным перилам, нужен жумар. Так называется вот этот механический зажим. Обычно без него никуда, если не хочешь упасть. Но Ирина за свободное отношение с горами, которое покоряет. Я, конечно же, ходила без жумара, потому что все время спешила и обходила людей. А это каждый раз там кто-то висит, даже те же трупы, о которых мы говорили. Ты же не будешь через них переезжать. А они что, прямо на дороги попадают? Ну, лежат, да, иногда. То есть их надо обходить. И сидят люди, которым плохо на коленях. Ты же не будешь просить извините вам, вы будете, пройдите, пожалуйста, как в магазине. Тут очередь. А те, кому плохо, часто цепляются за гору до последнего. Некоторых, рассказывает Ирина, силы явно покидают. Но идти обратно они не хотят и сильно рискуют. Потому что на последнем этапе пути уже не поможет никто. Ни врачи, ни сопровождающие. А многие переоценивают свои возможности? Думают, я займу, я всему... Очень многие, да. Тренер мой пришел. Положай, сейчас раз. Многие, потому что, в принципе, знаешь, люди думают, что они придут на Эверест, заплатят деньги, возьмут себе помощника, Шерпа, возьмут гида и они их будут нести. Но если человеку плохо, он просто идти не может. Там никто тебе не поможет. А вот в какие-то такие полунистические вещи вы верите, что, значит, горы кого-то любят, а кого-то не любят? Я думаю, да. Меня точно любят. Было ли холодно? Кому звонили с вершины? И обязательно «А как там в туалет ходят?» Ирина жалуется с тех пор, как вернулась, слышит от журналистов одни и те же вопросы. Родные спрашивают о другом, о самочувствии, об ощущениях, о желании отдохнуть. А мама никак не придет в себя от волнения. Это было столько крика. Я так держала телефон. Она, ты мне обещала, что после Эвереста ты выйдешь замуж и будешь рожать детей. Я сказала, что после Эвереста, может быть, я подумаю об этом. Я не говорила, что это так будет. Это была страшная истерика. Будущих детей Ирина обещает тоже водить в горы. Но последователей, воодушевленных ее примером, предостерегает. Будьте осторожны. И главное, чтобы в вас верили. Я хотела загадать желание, а потом поняла, что я не знаю какое. Потому что последние 8 месяцев или даже, может быть, больше, единственное мое желание, которое я везде загадывала, в каких-то там местах новое, это был Эверест. Там подняться на Эверест, подняться на Эверест. И тут я поднялась на Эверест и понимаю, что, блин, я же не придумала себе что-то, какое-то желание новое. Многие альпинисты известные наши украинские в меня не верили. И там писали даже очень много в интернете всего, что я никогда в жизни не зайду. И мне, типа, не тот человек. И внешность у меня не такая. И ну все не так, в общем. Вот эти люди забрали свои слова сейчас обратно. Субтитры создавал DimaTorzok